На проспекте Победителей сегодня с 12 утра и почти до 6 вечера хозяйничали велосипедисты. Три, два, один! От Дворца Спорта до Минской арены и обратно. Итак, 10 кругов общей протяженностью в 120 километров. Это дистанция гонки критериум Гран-при Минска. На старт вышли 19 команд из таких стран, как Россия, Молдова, Эстония, Литва, Украина, Латвия. Боролись за победу велогонщики США, Чили и Испании. Всего представители 13 стран и, конечно же, хозяева белорусы. Гонка получилась по-настоящему зрелищной и с непредсказуемым финалом. Победу на массовом спринтерском финише мог заработать любой велогонщик. Но самым быстрым оказался прошлогодний чемпион Сергей Попок из велоклуба «Минск». Серебро завоевал «Латыш» Андрис Смирновс. Бронзовым призером стал Евгений Гутарович, выступающий за сборную Беларуси. Сегодня было что-то похожее уже на профессиональную гонку, потому что отпустили, скажем так, отрыв, который нужен был. Сначала был отрыв, который был неинтересен, то есть было там порядка 10 человек. Потом, значит, мы немножко просеяли его, скажем, начали догонять нужные люди отстали, ненужные поехали. Но, тем не менее, было три человека. В принципе, складывалось все, как и должно было быть, как у нас все запланировано было. Вот, догнали на последнем кругу, в принципе, этого не надо было ожидать. Мы на это и рассчитывали. Но, что касается финиша, уже здесь ноги играли роль свою. Это не просто групповая, да, потому что идут большие скорости, и такие виды всегда предсказуемые групповой финиш. Это зрелищно для спринтерских команд, которые есть многие команды, которые привозят спринтеров, которые хотят показать групповой финиш. Да, это тактика. В принципе, она сработала на ура, потому что был один человек спереди, и нам было проще ехать в группе. Мы ничего больше не делали, как держали позиции, и были уверены на 100%, что тот человек, который это отрывает, не подведет и нас. Гонка была довольно быстрая, не очень длинная, 120 километров, это не очень длинная гонка. Но, если, когда гонка намного короче, она намного сложнее, потому что скорость большая, и, конечно, это, как сказать, это другая трудность сразу в гонке. В гонках, как иногда, отпускают отрыв, и, как это равнина, тогда в последних кругах команды собираются, догоняют, и сегодня групповой финиш. Мне самому понравилось, потому что всегда такой, как сказать, такой спортивный стресс. Пока профессиональные спортсмены боролись за победу на дистанции, около дворца спорта развернулась борьба за титул «Веломисс». Претенденткам пришлось не только продемонстрировать уверенную езду на велосипеде по различным трассам и даже с препятствиями, но и показать свои знания в велоспорте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова